Всем привет дорогие друзья! Вот не хотел озвучивать эту историю, вообще не хотел озвучивать вчерашнее выступление Путина. В конце концов решил это сделать, почему? Потому что посмотрел, почитал, послушал своих коллег-влогеров и думаю, ребят, ну господи, ну что вы несёте? Вообще такие вещи надо комментировать не сразу, их надо комментировать с холодной головой, потому что, как известно, они там, и наш великий Кормчий в том числе, это очень хитрый товарищ. Он очень любит играть на эмоциях людей, и вот на эмоциях как раз комментировать такие вещи вообще не стоит. Я сегодня читаю, сегодня слушаю блогеров. Ура, карантикулы отменили, всё, с сегодняшнего дня нет никакого режима самоизоляции, и там а-ля улю Гани Гусеев, в соцсетях народ ликует, тот собирается на работу и бла-бла-бла. Кто вам сказал, что их отменили? Вообще внимательно не отслушали, что говорил Путин. Он, конечно, да, он сказал, что всё, с 12 мая режим карантикул закончен, я их отменяю, но вы дальше дослушайте, что он сказал потом. Но вообще это на усмотрение губернаторов. Там глав регионов, мэров городов, вот как они решат, всё будет зависеть от ситуации в их городах и весях, вот как они решат, так и будет. То есть такое, вы знаете, старое доброе еврейское послание из той самой еврейской песни «Шаг вперёд и два назад». Вот он, собственно, их сделал. «Шаг вперёд и два назад». Вот я объявляю отмену снятия режима самоизоляции и тут же делать два шага назад. Нет, я всё-таки не делаю, вернее, я делаю. Но доделывать, доотменять это будут или не будут губернаторы. Я, по крайней мере, пока ещё утро, ещё неизвестна реакция каких-то губернаторов. Но вот я уже вчера видел в ряде городов, особенно крупных городов, уже шла информация о том, что, например, вот в Москве и в Санкт-Петербурге карантикулы, скорее всего, продлятся до 31 мая. Вот пока ещё не видел выступления там губернатора Свердловской области. Хотя что-то мне, потому что тоже ещё раннее утро, он ещё, видимо, спит. Но потом плюс начнутся какие-то совещания, они будут думать, что как поступить и бла-бла-бла. Но что-то мне подсказывает, что тоже. Скорые отмены, дорогие друзья, не ждите. И сейчас объясню, почему. Вообще, отмена этих карантикул им там, она не особо нужна. Почему? Потому что вообще любая вот такая вот история, какой-то кризис, какая-то пандемия и бла-бла-бла и так далее и тому подобное, это ведь кому война, кому мать родна. Кто-то на этом зарабатывает большие серьёзные деньги. Вот простой пример, некоторое время назад я уже вспоминал, многие мои коллеги вспоминали, помните, там апрельское какое-то решение по поддержке так называемых системообразующих предприятий. Их в первую очередь будет субсидировать, поддерживать государство. Что значит субсидировать, поддерживать? Это значит, бесплатно просто так дадут каких-то денег. Просто так. Их можно даже не возвращать. Теперь представьте себе чиновника. Жуликоватого чиновника, а у нас других, к сожалению, нет, ну или почти нет, для которого, говорят, тебе на халяву дадут денег. На халяву дадут денег, распоряжение правительства подписано, бабки какие-то из казны уже выделены, там какие-то сумасшедшие миллиарды. Там 300, по-моему, миллиардов выделялось на это дело, на субсидирование вот этих вот системообразующих предприятий. Это ты, предприниматель, сидишь и думаешь, что это для тебя решение, такое приняли. Нет, оно не для тебя и не про тебя. Да, тут же группа каких-то людей, чиновников, начали быстренько с задним числом регистрировать какие-то предприятия, потом пытаться их протащить в перечень системообразующих, чтобы получить эти бабки. Ну, помните, был такой скандал с господином Белоусовым, он попытался в этот перечень просунуть какую-то букмекерскую контору. Я, кстати, на своем канале об этом тоже рассказывал. Вот, и теперь представьте, сколько вообще в стране вороватых чиновников, и все так. И все так, они будут стараться, вернее, даже постарались, они насоздавали вот таких вот предприятий. На бумаге, естественно, этих предприятий в помине не существует, их никто никогда не видел. Они-то не просто так создаются такие предприятия. Это где-то кому-то занесли взятки, затем с кем-то договорились, чтобы вот эти вот предприятия на бумаге вынесли вот в этот перечень, поставили на очередь, на ожидание вот этих вот государственных субсидий, на ожидание вот этих вот денег, на распилы вот этих трехсот миллиардов. И тоже кому-то занесли взятки. И теперь, понимаете, они до сих пор не успели эти деньги получить, вот эти вот люди. Они сидят, ждут очереди, потому что это долгий муторный процесс, получить деньги из бюджета, это вам не пойти в банкоматы, не снять их с карточки. То есть это какое-то время. Вот занимает все это дело. Представляете, режим карантикул вдруг снимается, и все. И эти люди остались без бабла, которые они хотели украсть. Повторюсь, они уже взятки занесли. Потом надо, они уже потратились. Не надо забывать второй момент, да, что этим не один чиновник занимается. Там группа людей, как правило, если там на уровне какого-то города или региона, вот в это маленькое такое ОПГ, назовем их так, входит там, допустим, это какой-то заместитель какой-нибудь мэра все это придумал. Да, ну ему надо, он взял в долю судью, он взял в долю какого-нибудь прокурора, он взял в долю какого-нибудь начальника ОВД, он взял в долю какого-нибудь регионального там депутата или депутата Государственной Думы, которые, да, вся эта цепочка работала, все шевелились, лоббировали какие-то вот эти вот дела. Они хотят получить свои деньги. Поэтому иди гуляй, Вася, если вдруг у тебя не получилось, твоя афера не стрельнула, а заплатить все равно придется. Это криминал, да, это здесь живут по понятиям, вот там, в смысле, вот в этих кругах, там никого не волнует, что отменили какие-то карантикулы. Конечно, Владимир Владимирович все это прекрасно понимает, ну, по крайней мере, люди, которые вокруг Владимира Владимировича находятся, как бы нам не врали. И вот тут он оказался между молотом и наковальней. С одной стороны, если бы он просто продлил вот эти вот карантикулы, он рисковал, рисковал, что народ начал бы бузить, да уже начались какие-то голодные бунты, потому что огромное количество людей сидит тупо без денег. Ну, в конце концов, видимо, струхнул человек, потому что он не захотел ссориться с так называемыми элитами. Они живут по понятиям. То есть, когда у них дырявая крыша, когда крыша их не защищает, а крыша занимается там проблемами народу, они рано или поздно скажут вопрос, нафига нам такая крыша. Вот и всё. Поэтому, дорогие друзья, всё, что произошло, не надо этому радоваться. То, что сделал Путин, он просто красиво соскочил. Он взял, переложил ответственность с больной головы на здоровье. Теперь он опять стал ни при чёмышем. Он как бы ни при чём, он как бы обил. Всё, карантикулы закончились. Goodbye, my love, goodbye. До свидания, Вася. А на самом деле все вопросы туда, все вопросы там, все ответы, как в небезызвестном фильме. Поэтому особо не радуйтесь. Я думаю, в крупных городах эта история ещё продолжится. Второй момент. Слушай, ну он меня повеселил не меньше, когда сидят сегодня блогеры, журналисты многие. Да просто народ в соцсетях аплодирует. О, наконец-то! Наконец-то услышали наши молитвы. Наконец-то окажут какую-то финансовую помощь. Там адрес, но в частности я уже прочитал, что правительство России утвердило вот эту историю сказочную про единовременную выплату на ребёнка по 10 тыр. Во-первых, она единовременная. Во-вторых, это самое такое дешёвое обещание, которое дал Путин. Там были и другие обещания. Назывались более серьёзные цифры. Например, по отмене налогов для ИПшников, для самозанятых, какие-то льготные кредиты. Непонятно, откуда будут браться деньги на эти льготные кредиты. Для, опять же, каких-то предприятий. Потому что денег нет. Два месяца ничего не работало. Они не могли нам по 20 тысяч выдать, да, которых Навальный просил. Потом уже говорили, ну давайте хотя бы по 10. Вот сейчас они выдали по 10, но это только на семьи с детьми. Вот. Как это будет происходить на самом деле? Обещаний надавали опять много. Я не знаю, что вы сидите верите. Первый раз, что ли? Там ещё прошлое обещание не выполнено. Он уже новых наобещал. И опять народ сидит и опять ведётся на эти сказки. Ну давайте я просто предлагаю вам вернуться на 3 месяца назад, в 15 января 2020 года. Когда он зачитывал своё бюджетное послание. Там ведь чё же, кто же? Этут дадим, там дадим, всем дадим, этим дадим, всем дадим, всем выплатим, всем заплатим. И бла-бла-бла, и все сидели, оплодили. Вот это нифига себе. Я думаю, тогда все обалдели, потому что таких обещаний ни разу не раздавалось. Там просто человек полбюджета. И решил пустить на социальные нужды. Таких подарков нам обещал людям. И вы же сами. И мои зрители, и вы, господа блогеры. Я знаю, что вы меня, блогеры, тоже смотрите. И вы же сами, уже ближе к марту. Осознали всю эту историю, что все эти обещания были розданы с одной единственной целью. Их никто не собирался выполнять. Их раздали просто для того, чтобы провернуть вот эту вот аферу с изменением Конституции. С обнулением нашего ни при чём еще. И с тем, чтобы сделать его пожизненным королём. Проголосовали бы по поправкам, не случись от коронавируса 22 апреля. А всё похерили бы все эти обещания. Заморозили, как бы вот эту вот накопительную часть пенсии. В своё время. Да чё у нас только не замораживали. Тут бы случилось то же самое. И вот сейчас, по прошествии трёх месяцев, вот эта же история повторяется. Вы слово на неё ведётесь. Ребята, она опять же делается для того же самого. Ого! Ну посмотрите, повторюсь. Посмотрите, где 15 января и сегодня 12 мая. Посмотрите, сколько из тех данных 15 января обещаний выполнено. Ноль нисколько! Мне интересно, они хотя бы ветеранам-то раздали, нет? Вот эти вот 75 тысяч обещанных. Мне что-то подсказывать нет? Ну, если у кого есть ветераны какие-то, знакомые, среди родственников, вы мне напишите. У меня просто нет ни одного ветерана. Ни у кого из моих знакомых нет. Ну, я просто вот анализирую и делаю, прихожу к такому выводу, что не раздали. Потому что если бы раздали, то я думаю, вот эти вот 3 дня, там 8, 9, 10 мая, по телевизору, где-то там в каких-то изданиях, мы бы задолбались читать статьи, слушать, смотреть какие-то сюжеты. Ветерану дяди Васи привезли там, наконец-то, путинские 75 тысяч рублей. Вот он свидет, ветерану чествует, говорит, я мотоцикл внуку куплю. Мы бы такие сюжеты с утра до вечера смотрели. Повторюсь, такие статьи с утра до вечера бы читали, нас бы ими завалили просто. Но, а коль скоро их не показывают, об этом не пишут, значит, просто бабки никто никому не дал. Поэтому, ребят, ну кому вы верите, зачем вы верите в эти сказки? Не будет никаких выплат. Повторюсь, забудьте. Вот помяните мое слово, вот если вы сейчас поверите, не будет. Вот сейчас пока, вот на данный момент, из всего, что он вчера наобещал, утвердили самую маленькую выплату. Одноразовая, по 10 тысяч на ребенка, и то, я думаю, дадут далеко не всем. А там начнется опять какая-нибудь история, что если у вас там доход больше, например, там 25 тысяч рублей, то тогда вот вам не положено. Если меньше, то положено. Я думаю, что-то вот в таком плане будет. Вот НАТО-программа, которая должна была выйти сегодня, о том, как нас еще разводят в плане выплат. Там, кстати, будет очень одно интересное предложение, которое сделали бизнесмены из лондонского списка. Очень рекомендую ее посмотреть, она выйдет в эфир завтра. Как обычно, в 11.00 Москвы, но там реально есть классное предложение. Бомба, все, кто не знает, арестовывают и арестовывают в Великобритании счета наших чиновников. И вот бизнесмены из лондонского списка придумали одну интересную идею. Обязательно озвучу. До встречи в эфире, ну и хорошего дня. Все, пока! Пока! Субтитры подогнал «Симон»